Читать, чувствую, прежде всего, читать в литературе. Читать это было от разных. Для меня в литературе просто всегда существовала загадка времени. И она всегда заключалась в том, как читать в литературе. Здравствуйте. Меня зовут Николай Николаевич Время. Я гипнотизер. У меня есть удивительная способность. Иногда я становлюсь сквозняком, воздухом или тенью. И хожу в гости к разным людям. К тем, кто живет наверху. Они же с вами знают, кто живет наверху, на пятом этаже. К тем, кто живет в доме через дорогу. Бываю я и у них. У вызовых. Их однопомнатная квартира в том самом доме без номера. Итак, представьте, первый подъезд. Четвертый этаж. Прямо. Мы втискиваемся в маленькую щель по дверью. И попадаем в длинный коридор. На стене овальное зеркало, похожее на куриное яйцо. И вешалка с крепичными висенниками. Далее мы проходим в комнату. Из недвижимой в небе здесь массивный шифонер. И диван какого-то обиженного цвета. Есть, конечно, два представителя семейства Ковровых. Один из отряда Бобровых. Пересекаем комнату, вдыхая какой-то странный аромат, напоминающий запах кухни после ремонта. И садимся на эти самые места в зрительный зал. Может быть, на ваши. А может быть, на ваши. Так вот, когда я сидел на этом самом месте, в зрительном зале, я вдруг представил, увидел, а что, если именно так началась эта история? Удивительная или загадочная? Загадочная, смешная или грустная? Не мне решать. Вам. Ну, тот факт, что все это я не придумал, о чем-то договорит. Так что, пускай все тут и происходит. В этом самом доме, в этом подъезде, в квартире, в семье Бызовых. Хотя, может быть, и в какой-то другой семье. Может быть, в вашей или в вашей. Не мне решать. Вам. Ну что? Начнем! Борис сидит на диване, спрятался за газетой. Надежда стоит между комнатой и прихожей и наблюдает за тем, как человек в черном развязывает шнурки на туфлях. Этот человек не кто иной, как гипнотизер, которого она пригласила для того, чтобы... Впрочем, всему свое время. Всему свое время. Мы это, объявление в газетке увядали и вырезали. Я не вырезал. Волчу и сказала. Как знали, что пригодится. Ну, а то знаете, как бывает? Пока гром не грянет, мужик не... А мы знали, что пригодится и вырезали. Я не вырезал. Я сказала, замолчая. И в сумочку документом положили, чтобы никуда ничего не потерялось. А то знаете, как бывает у людей? Они в сумочку документом не ложат, и у них все теряется. Они потом бегают. А мы сразу в сумочку, чтобы не бегать. Вот так. Это, я вам что, тапки, да? Вот те тапки надевайте. А нет, подождите, они воняют. Да сама ты воняешь. Молчи! Воняют, сказала. С вагмелья входишь в туалет, ничего попасть не можешь. А там картон, он намокает и гниет. Сама ты гниешь. Да сказала, замолчи! Все стены мне там обгадят. Все стены. Они не кафельные, товарищи. Они беленые. У меня там пятна теперь. Вы понимаете? Нету там ни таких пятен. Пятна сказала! Ты как-то потолка там достал, а? Ты все вот на лампочку поднимала. Вот ты бы на лампочку попал, она бы каратнула. У тебя бы там все обуглилось. Все бы обуглилось. И ты бы синяя все делала, а? Вы что сидите? Вы проходите. Вы проходите. Я не вызывала. Вызывала я, сказала! Вы нас что вызвали? Вы понимаете? Ну как сказать? Ну как сказать? А вы... Че? Николай, Николай, че вы? Понимаете, какая ситуация? Оболтус мой, оболтус. Он попьян, зарплату от меня спрятал, сунул куда-то. И не помнит, куда сунул. Вспоминай, скатила, куда сунул! Тебе надо, ты вспоминай! Ты как сказала я! Да, вы понимаете, надо к маме уехать. Сыклухи мои, понимаете? К Сибири. Ну, а мы в квартиру хотели... Квартиранка. Товарищи, мы хотели в квартиру пустить квартиранку в эту... Кривляницу... Ну, крестные мои, понимаете? Она в институт поступает. Вот. А теперь как ехать-то? А если деваху на ее деньги? Надо что теперь делать? Сколько там было-то, э? Шестьсот. Ох, стыдно, какая товарищи. Вот он сколько помнит, да? Вот, шестьсот. А куда он? Он не помнит. Вспоминай, сказала, куда сунул. Тебе надо, ты вспоминай. Нам что теперь к маме твоей, к святухе моей не ехать? Я ему, знаете, что в Сибири хотела полушубок, эти шкуры купить. Они же там подешевле. Ну, и я хотела купить что-то. Вспоминай, сказала. Он все, все, все мозги свои купил. Понимаете? Сама пропила. Че? Че я пропила? Нет, вы понимаете, че? У него мужик был. Загляденье, картинка. Это, я тебе че всегда говорю? Чтоб ты нормальную водку себе покупал. Всегда. Она тут для здоровья полезна, товарищи. А то бодяку всякую сосекнули. О, господи, товарищи. Она мне сама говорила, чтоб я дорогую не брал. Кляска еще заставляла. Че я тебя заставляла? Кляска. Да. Я что, вливала ее в тебя? Я вливала ее в тебя. Я вливала ее в тебя. Почему ты такое уж? Вспоминай, подосунул. Вспоминай, сказала алкашинка поганая. Сама алкаш, сама вспоминаешь. Че? Я алкашинка. Ну, посовите, товарищи, я алкашинка. Я что, ты видел, чтоб я пила? Видел, видел. Я что, с тобой пила? Пила. Я тебе еще, Паша, не знаю. Ну, ты гон право, понял? С тобой я пила? Скотина такая. Так, он что, Николай Николаевич не видит, да? Гипнотизер, да? Этого яблокирую. Вот, вот, вот. Так, ладно. Я, Надежда Петровна. Горбоносова. Тихо! Товарищи Курносова в девичестве. Сейчас Надежда Петровна Высова. Будем знакомы. Ну, вот. Собственно, что мы вас пригласили, понимаете? Можно ли подвергнуть гипнозу вот это чучело, чтобы оно вспомнило, куда сунуло деньги? Это возможно? Насколько я понял, случай клинический, поэтому при удачном погружении пациентов тронс, положительный исход сеанса гарантирован на 99,9%. Б. Тихо! В гипнотической практике это один из самых высоких процентов. Не слышишь. А что Алкашиндра? Какие люди ко мне ходят, а? А этот свинья, он даже мастером не пробовал шесть месяцев. Вот только шесть. А его сняли. Если бы не пил, его бы не сняли. Потому что если бы не пил, его бы не сняли. А ты санитарка! Я тихо! Да тогда я санитарка! Тогда я санитарка. Это... И горжусь этим. И вообще, я хотела в молодости в медицинское училище поступать. Надежда Петровна Бызова. Санитарка 3-й городской больницы. В общем, я заполню товарища и приняты. Может быть, начнем все? Да начнем все! Не, не дамся! Не дамся! Да даже издевательства над человеком! Я жаловаться буду! В этот ЮНЕКО ВООН! Да директору завода, товарищи, буду жаловаться! И вообще, я добираться буду! Я тебя, знаешь, я мастер спорта по борьбе от жидо! Понял? Я тебе вот так сделаю и все! Ну что вы его слушаете? Шашечная секция в третьем классе. Ну я же знаю. Ну что ты имеешь в виду? Я псих! Я псих! Я убить могу! У меня справка есть! Я так не могу! Ну я так не могу! Ну я не могу! Это насильное надышище! Я пойду! Я пойду! Я пойду! Я пойду! Я пойду! Я пойду! Ну нет, я пойду! 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 Я пойду!